Вот, закончили обрабатывать с костяшками пальцев, да, нашу спину. И переходим к следующему приему. Это целый комплекс наших локтевых упражнений. Первый прием называется «Нож входит в масло». Мы гнали кровь, да, да, вот до этого. Потом делаем замыкающее движение в эту сторону, в обратном, как бы, уже разогревая, да, вот этот участочек. И там, где идет гребень подвздошной кости, разделяется наш участок поясницы и спины от тазовой области, да. Стараемся там внедриться прямо вот от кончиков пальцев по очереди до самого нашего локтя. Таким образом, это как клинышка получается. Видите, здесь самая тонкая у нас часть, да, тут потолще, потолще и заканчиваем внедрением прямо самой косточки. Вот смотрите, как это делается прямо, как бы, вот всем телом я, когда ныряю в человека. Раз. Видите? Аж до самого локтя. Аж до самых почек достал. Раз. А вторую руку просто придерживаете. Просто придерживаются ткани человека, чтобы он не сбежал со стола. И заканчиваем движение, вернее, продолжаем его вот такими круговыми движениями. Видите, мы уже всем локтем захватываем всю огромную группу мышц, вот этот вот массив. Вот так. Раз. Два движения. Три. И четыре маленькое вот это, да. Закончили на вот этой косточке. То есть у нас было четыре концентрические круга. Раз. Два. Три. И четыре вот здесь закончили, да. Там, где гребень под воздушные кости, заканчиваются и стыкуются с крестцом, да. Вот в этот гребень мы продолжаем упираться с трием локтя, да. И делаем вот такие вот вибрационные техники туда и обратно, перпендикулярно позвоночнику. Но стараемся при этом как бы растрясти, растянуть тазовые косточки от верхней части позвоночника, да. Если человек здоров, да, и у него нету там грыжи, болезненный такой опасный, да. То тогда мы можем продолжать движение, захватив руку второй рукой. И таким образом усилив нажать вот так вот, видите. И всем личным корпусом давлю. Вот такими покачивающими движениями. Или можем усилить это движение, превратив одну руку в долото, а другую в кияночку. И как будто бы забиваем. Можно так стучать по кулаку, да. Можно ладонь стучать, если по мяч хотите. Или вот я иногда делаю, ну вот так вот. Вот такое легенькое. Так вот делался, да. Вот такое легенькое движение. Тут вот если болезненный у человека, да, то сильно не надо. Стараться тут тоже плохо. Простучали, да, ну достаточно там несколько разов. Разочков. Два раза и все. И продолжаю движение. Вот такими с прелевидными движениями. Острием локотка. Обходя опасные участки, не давя там. Продолжаем давление там, где есть мышечная структура достаточно мощная. До самого края, где мышцы заканчиваются. Возвращаюсь назад. По впадине между позвоночником и фору с либеральными мышцами. По этой впадине, да. Когда я возвращаюсь, я могу так же вот покачаться, да. За счет того, что второй рукой качаюсь. Вот этой рукой я раскачиваю эту руку движение передавая в локоть. Но опять же захват можете такое делать, какое хотите. Вот. Два раза так прошлись. Второй раз можно пошире. То есть, не... Если в первый раз мы делали вот такие круги, да. То второй раз мы их можем сделать реже и шире. Вот сколько тут получилось. Второй раз 4-5. Продолжаем движение уже, держа руку так, да. Можем туда оставить наш захват, а можем захватить себя за вот этот большой палец. И наш инструмент до лото, который был до этого, превращается в рубанок. Помните, как рубанком работают с лесами? Одна нога впереди, да. И вот так вот они спрягают к доске. Примерно похоже движение мы делаем здесь. Вот, всем локтям. Или захватываем вот такими спиренергидными движениями. Только видите, уже диапазон движения какой большой, амплитуда большая. Видите, раз, два, три раза буквально не хватило, чтобы вот так вот всем локтям захватываем самые большие мышцы вот ягодичные, да. Вот это вот крылья, так называемые. И еще и лопатку, так и раз. На лопатке, и вот на этих мышцах можно остановиться и посильнее энергично проработать несколько раз всем корпусом. Проработали, и тут же я, видите, не отрывая движение, перехожу в следующее движение. Эта рука уходит, а эта входит, как нож в масло, только уже на шее. Смотрите, как она вот, как я это делаю, да. Тонкая часть, а пошире, 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 еще шире. Как бы получается, я шейные позвонки так стараюсь расширить, расширить, мягко-мягко их расширяю, да. Такая тракция, как бы получается. Сразу же захватываю на обратном ходе мышцу, да, лицевидную, и поминаю ее. То есть я вот так закончил движение, и пошел ту мышцу поминать. Также можно вообще уже обоими локтями захватывать любую крупную мышечную структуру, где у вас хватит фантазии. Можно хаотично, можно применить на всевозможные гавайские техники, когда у вас идет вот такие всевозможные вибрации. Когда вы проходите снизу человека в противофазе, одну руку вверх, одну вниз. Да, вы тут можете пофантазировать. Но наша цель перейти к все-таки разведению мышц от позвоночника сюда, от центра к периферии. Да, поэтому мы устанавливаем локти как можно ближе к другу и делаем вот такое движение параллельно друг к другу. Вот такое сейчас было движение. От поясницы. Вверх идем до шеи. Прямо на шею можно давить. Ну, если на шее травмы нет, то можно давить. Не болен на шее? Нет. Тут даже бывает вообще очень приятно, когда движение делают. Есть такое, да? Это просто редко люди испытывают, поэтому такие движения им очень приятные. Опять же, вот видите, если я иду в противофазе, я могу добавить еще разминания, за счет того, что волокна в валик складываются, да? То же самое происходит и между локтями, если заметите. Вот видите, да? Видно в валик, да? Такое происходит. И далее продолжаем вот это движение, разжатие сегментов медпозвоночника тем, что вдоль позвоночника, сейчас я вам это все на доске нарисую схему, вдоль позвоночника мы как бы с этой стороны ставим лодочки. Ну, считаем, что это причем, да? И яхты мы ставим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, насколько получится? Семь, восемь. Что такое яхты? Это вот внедрение вот такое маленькое, вот мизинчик, буквально вот эта часть только работает, да? Маленькое, то есть, внедрились и расширились, внедрились и разжарились. Такой, как бы, клинышек входит, да? Межпозвоночное вот это расстояние размыкает, как бы вот так. Чуть-чуть. Сейчас показываю, да? Раз, разомкнулось. Вот такое маленькое движение. Маленькое такое, совсем. Яхты, яхты стоят на причале, сейчас начнется регата. Яхты на регата, когда мы их начинаем запускать. Полностью внедряемся обоими руками и разводим локтями, да? Это как будто мы представляем, что яхта пошла вперед и за ней шлейф вот этих волн расходится в стороны. Вот так вот, да? Раз. При этом движении уже, возможно, будет хрустить подгонажник. Вот здесь. Еще раз показываю, как это сделаю. Раз, два, три. Но движение сложное, поэтому предлагаю оценить мой ход спины, спинномозгорового, моего нерва, с боку. Дело в том, что если бы мы так все время работали, целый день, нагнувшись, то мы бы непременно травмировали свою собственную спину. Поэтому я предлагаю делать гимнастику для спины. Это взято из техники цигун. Когда у нас спина тоже работает, наша, собственно, спина массажиста, да? Вот такой волной. То есть мы всей волной прорабатываем вот эти вот качания. Когда мы наш труд превращаем в упражнение, ну, в зарядку, да, грубо говоря, ну, как мы можем узнать, когда, или что мы себе повредить, когда эта зарядка, это же та же самая йога, по сути, да, это та же самая, то же самое фитнес, по сути. Только фитнес получается без отрыва от производства, да? Мы не ходим куда-то на работу, ой, в смысле, в фитнес-зал не платим, без отрыва от производства. И, кроме того, используем тело наших подопечных, потому что, ну, им, они все равно не видят, что сзади происходит, да? Им же все равно не получают и так удовольствие и пользу. Но для этого мы, при этом мы еще и себе доставляем пользу, да? Смотрите еще раз, как я делаю. Мы просто переподним локти, да, чтобы освободить. Чтобы локти как раз освободить, чтобы вам было виднее. Значит, смотрите, я, когда вхожу, я сгибаю, как кошку, у меня. Я сгибаю спину максимально круглая ее, да? А когда я иду обратно, я выгибаюсь в обратную струну. Максимально выгибаю ее вниз. И таким образом, получается, что как будто бы я ныряю вперед головой, а назад иду сельтируем. Вот так вот, не знаю, видно там сбоку, да? Как это двигается, как это двигается. Очень хорошо профилактика вообще. Во-первых, это вы за счет вот этих разводок делаете себе профилактику сколиоза между лопаток, да? Потом профилактика вот этих вот мышц, коротких вот этих вот поясничных, да? Которых вы напрягаете за счет того, что вот туда-сюда у вас таз вот так вот входит, да? И помните, как я вам говорил, ни в коем случае нельзя поясницу сключить вот так вперед. Только вы должны стараться все упражнения делать от кальчика в попу. Ну, в причем смысле слова, без смека. Чем больше вы не от кальчикаете вот так, да, то есть прогнувшись вперед немножко, да? Тем это будет легче для вас. Это упражнение для вас. То есть все движения, во-первых, вы так делаете, да? Во-вторых, вы обезопасиваете свой собственный позвоночник. А именно в данном случае я говорю про поясницу. Далее. Почему вот был такой вопрос, некоторые задают. Почему ты не ходишь в массаж и сам себе там не делаешь какие-то там приемы? Да потому и не делаешь, что по закону, придуманному Олегом Аллахом Гудвином, фитнес для массажиста, мы сразу же лечим спину и себе, и пациенту одновременно. То есть, когда мы делаем вот это движение, я вам показывал, локотками вот так параллельно друг к другу, да? Мы же его делаем вот-то локтями, а всей спиной. Не знаю, как это будет видно, надо сверху снимать. То есть я когда вот так вот делаю, да? У меня спина моя, собственно, она повисает. Вот так, видите, на локтях. То есть она висит на локтях, на плечах, да? Висит. При этом движения делаю такие, что включил слой позвоночника. То есть мой позвоночник в верхней части грудного отдела, он ходит вот так вот. Весь, понимаете? То есть собственные блоки, собственные вот эти вот сколиотические какие-то там образования, да? Они уходят за счет вот этого движения лопаток. То есть я лопатками как бы вот так вот себя распрямляю сам. Понимаете? В чем фишка, да? Вот. Возьмите себе на заметку. Потому что дальше надо будет снимать спереди. И мы переходим к следующей части нашего мануального массажа. Локтевая техника. Разжатие межпозвонковых вот этих вот блоков. Проделав вот эти упражнения, да? Ну, еще раз покажу. Теперь, чтобы вы видели-то все вот. Во-первых, я ноги поставил достаточно широко, да? Во-вторых, я стараюсь двигаться напротив своего пупка. Вот ныряю. И обратно выхожу. Причем обратно, когда я иду, да? Я также вот захватываю, видите, часть мышц. Вот туда я их развел, а обратно соединил. Развел, соединил, да? Развел, соединил. И опять же, переходя к следующему движению, мы внедряемся как нож в масло туговыми руками между подвздошной косточкой и ребрами вот здесь, да? Установили локти. Локти, вот еще небольшой нюанс сейчас скажу. Когда мы работаем вот эту локтевую технику, да? Всегда обращайте внимание, чтобы, ну, у некоторых людей бывает позвоночник, вот, простит отростка, они торчат выше. Высших мяса, там, да, так скажем. Ни в коем случае их не задевайте. Как вы все движения делаете, да? То есть ваш локоть идет по касательной. Вот видите, не задевая позвоночник. Ни в коем случае не задевайте позвоночник. Вот все мои движения, они позвоночника не касаются. И также здесь мы ставим локти уже не на позвоночнике, а рядом, вот на вот эти мышцы, да? Устанавливаем одну руку, которая ближе к ягодицам. Ну, в данном случае для меня левая, потому что я работаю с левой частью спины пациента, да? Пожестче на вот эту косточку. Вот я на нее прям давлю. А второй рукой я давлю, ну, под 45 градусов, вот туда вот в пол. И разложу руки вот таким легким колебательным движением. Если эта рука чуть-чуть сползла, ничего страшного. Вот так вот, вот до сюда. То есть я их в противофазе. Вот так вот. Раскачиваю позвоночник. Разложу вот так. То есть ваш позвоночник должен быть вот так вот. Весь позвоночник развивается, как змея. Это еще один, кстати, вопрос диагностики. Если позвоночник здорового человека, он должен гнуться, как змея. Вот так вот. Понимаете? Если он не гнется, то есть мы движение можем отсюда задавать, да? И видеть, что он только по вибрации пошел вот сюда. Если такой вибрации нету, значит, где-то блок. Вот, например, здесь топорится, да? Ну, вот сейчас, в данный момент, вот здесь топорится. То есть, значит, дальше движение нет, значит, блок где-то здесь. И так же нужно отсюда начать и просмотреть дальше, куда заведет движение. Вот, кстати, видно, видите? Щевелю здесь, направляю импульс сюда, но здесь, смотрите, почти состоит. Но при этом тазовый костик, видите, как ходит. То есть в эту сторону все свободно. Все блоки вот тут. Проверяем здесь. Ну, более-менее равномерное движение сюда и сюда. То есть весь участок блок у нас где-то здесь. Ну, когда мы первый раз проводили, помните, диагностику пальцами? Вот у нас был позвонок и вот тут был, впадший туда, да, внутрь. То есть, ну, примерно так это получилось, что движение, видите, здесь, в этом участке нет. Но мы намеренно еще, я просто освобожу свои локти. Еще раз показываю, вот эту волну запускаем. Видите, уже функциональное воздействие на человека. И сразу же, не отрываясь, я опять внедряюсь сюда и делаю на другое движение. Называется техника бульдозер. Или асфальтовый кладчик. Когда одна рука у нас остается здесь, а другая превращается в вал асфальтовый кладчик, достаточно мощный. Который мы, так, вот сейчас просто у человека травма, да, поэтому я в этой зоне давить не буду, да. Я ее мягко прохожу. И вот начинаю давление здесь, где уже можно, да. Всем корпусом тела, вот я иногда прям даже на носочки могу стать, и прямо всем весом надавливаю и прожимаю его вот туда. Цель моя какая? Здесь я делаю упор туда, а этот локтом упор сюда. То есть мы растягиваем весь позвоночник. Тоже можно услышать, что очень многих там крутит, так, так, здесь, 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 вплоть до вот этого места. Понимаете? Но тут есть еще один нюанс. Обязательно предупреждайте человека об этом движении, да. То есть я когда его расшатал вот так вот, да, я уже не доходя до конца локтями, уже предупреждаю. Так, молодой человек, а сейчас мы пройдем то же самое, да, только немножко пожестче, поэтому я возвращаюсь назад. И давайте выдыхать. Выдыхаем вместе. Дышите. И показывайте. Сами демонстрируйте ему вместе. Дышите, не дышите и расслабляйтесь. Расслабляйтесь, 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 расслабляйтесь. О, человек вам после этого доверяет, расслабляется. Трып-трып-трып, прокутил и такой, фу, говорите, молодец. Теперь дыши, 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 не забывай дышать, не забываем дышать. Вот. Немножко проработали вот тут еще, с боков, да. И дальше мы просто переходим к работе вот с этой поясничной, ягодичной зоной. Поэтому вот этот урок постарайтесь запомнить, заучительно изучить его и повторить как-нибудь самостоятельно. Пожалуйста, практикуйте, только с практикой у вас получится результат. Ну, а я с вами не прощаюсь, а жду вас в следующих наших видео уроках.